Добрый день, с вами портал Инсургент, мы на Эпиконе и с нами... Цойге. Николас. Цойге, верховный судья Гринштадта, фасхейма и рыцарь Ордена Черного Медведя. И Клаус Фогель, мой телохранитель. Капитан наемный. Да? Ты еще капитан у нас? Все так, Ваша Светлость. Вы в какой раз участвуете в таких фестивалях? Да, я не часто хожу на фестивали. Это развлечение для простых людей, для вот охвости, вот это вот все. Люди ходят, развлекаются, я предпочитаю более, так сказать, гидонистические забавы. Какие, например? Ну вот, например, взгляните на этих юных дам рядом. Эти сочные персы, приподнятые курсетом. Будучи лордом, я могу ведь воспользоваться и правом первой ночи, знаете ли, у любой приглянувшейся. Вы познакомились уже? А зачем? Нравится, и все. Ну как, ведь такой день знакомства. Извините, если я буду знать каждую девушку в своем царстве и государстве, ну нет, это не серьезно. Для этого есть специальная прислуга. Знаете, на бал идешь, я что, знаю, кто там присутствует? Да, какие-то лорды, да, где-то видел. Обязательно у меня с собой есть человек, который мне на ухо нашептывает. Типа, ой, смотрите, ваша светлость, это барон фон Миньет? Говорит, а я да, да, да. А где я его видел? А, ну, 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 вы там с ним там это распевали, там еще что-то, ну. И я такой, ну хорошо, да, о, здравствуй, дорогой, как давно я тебя не видел, спасибо, что зашел к нам. Вот, примерно так. Вам нашептывает, получается, ваш телохранитель? Нет, телохранитель, он, собственно, вы сами можете догадаться, что он делает. А вы все время такой молчаливый, загадочный. Мне платят не за разговоры, а за охрану персоны своего нанимателя. Сложная работа у вас, часто на него нападают, надо охранять. Особенно некоторые барышни, приходится отгонять, даже двухметровой палкой не отгонишь. Был такой, да. Не один раз. Вы знаете, очень сложно от моего обаяния и очарования защититься. Вот приходится специального человека держать, да, да, да. На все подобные фестивали вы все время вдвоем ходите, или у вас какие-то еще образы, костюмы? Ой, знаете, у нас ведь по-разному всяко складывается, но вот конкретно сейчас мы вот собрались и пришли вот вдвоем. Так, ну, на другие фестивали я один, или... Он вот сегодня первый раз на сцене выступал вообще в своей жизни. Как впечатления? Волнительно, очень волнительно. При этом в последний момент программа несколько изменилась, да. Изначально планировалось, что я выйду один, но в итоге, да, и было решено разыграть сценку, как раз, где телохранитель, да, скажем так, ведет бой за жизнь своего нанимателя, своего доверителя, отгоняя взмахами этого двуручного мяча противника. Вот, в целом, ну, интересно. Это был первый опыт на сцене? На сцене, да. На сцене это был я впервые, причем перед, ну, такой довольно большой аудиторией. Безусловно, там какие-то в обычной жизни, да, приходилось там выступать перед какими-то, перед людьми, да, но перед столь большой аудиторией и, скажем так, заниматься именно театральным, грубо говоря, таким представлением приходилось впервые. Как вы сами себя оцените? У вас хорошо получилось? Надо посмотреть со стороны. Со стороны виднее, а мне по эту сторону, ну, по эту сторону, скажем так, со сцены мне было видно ровно в половину меньше, чем обычно. А вам, как кажется, как у вас прошло все? Ну, я для него в данном случае был больше антуражем, потому что это действительно все-таки... Мы старались, чтобы это было его выступление непосредственно. Вот. Мне, опять же, сложно сказать. Это, ну, как, мы не упали, не споткнулись, друг друга не стукнули, а остальное уже, как бы, люди сами должны оценивать. Что толку? Я и так знаю, что я классный, но... Как бы, насколько мое представление о себе совпадает с мнением зрителя, это уже другой вопрос. А как вам сам фестиваль? Нравится все, либо какие-то, может, недочеты? Ну, как всегда, с системой кондиционирования не справляется. Очень жарко. Вот, что вчера я был в более легком костюме, ну, вот, а сейчас на мне шуба, на мне кашемир, на мне слой льна. Вот. Я, грубо говоря, весь такой мокренький. Он тоже как термос в пластиковой броне, недышащий и так далее. И если на некоторых фестивалях можно уйти там в гримерку, еще куда-то, и вот как следует проветриться, то вот здесь, к сожалению, этого не... Мы выходим на улицу остужаться хоть как-то, потому что в помещениях очень жарко, но не душно. Тут все-таки приточка работает, и воздух свежий поступает. Но вот температуру этого воздуха хотелось бы понизить. Сколько времени ушло на этот костюм? Ну, на этот костюм ушел год. Вот. Я не очень хочу рассказывать его историю, там все грустно. Могу сказать только, что за основу был взят Генрих VIII. Вот. Все достаточно исторично. Тут, наверное, 500 завязок кожаных. Это полностью аутентичный костюм получился? Да, довольно аутентичный костюм. Ну, естественно, с точки зрения исторической реконструкции у профессиональных реконструкторов, такой бы костюм не посчитался бы. Вот. Потому что всякие все-таки замена материалов, отличающихся от историчности, там, крой не везде, там, ручной шов и так далее. Вот. Но вот с точки зрения общей смотребельности, это вот, да, довольно исторический. Вы сами или как-то компонентами у вас были, кто тоже делал этот костюм совместно? Ну, знаете, как-то на заказ, на самом деле, все это делалось от и до. Мы специалисты в других областях немножко ручками работать. Это не барское это дело, ручками работать, да. Хотя, конечно же, уважаем тех, кто умеет. А ваш костюм, сколько времени ушло на его подготовку? В общей сложности сбор костюма от тканевой основы, да, вплоть до доспехов и дальнейших модификаций, ну, получается, это уже третья его итерация. Три года. Это все заняло от пошива, вот вплоть до смены декора на доспехах, обновления оружия и так далее. То есть обновлялось все это, обновлялось, заказывалось в таким же порядком, как у моего коллеги. Тоже через специально обученных для этого людей. Соответственно, дело это не быстрое, затратное, но удовольствие оно приносит. У вас еще какие-то костюмы есть или это, получается, один? Ну, пока это один, есть некоторая работа сейчас в процессе, но, учитывая ее стадию готовности, да, пока рано о ней что-либо говорить, но я думаю, когда это будет готово, это будет легендарно. То есть следующий косплей или, например, через полгода, через год уже другой у вас персонаж будет? Ну, для фестиваля – да. Просто дело в том, что все вот эти костюмы, они используются не только для косплея, но и для полевых и ролевых игр. Соответственно, они сконструированы таким образом, чтобы они могли пережить какое-то боевое взаимодействие с другими персонажами, чтобы можно было пережили поездку в лес, а не просто выход на сцену. Соответственно, поэтому оно делается дольше, используются материалы более прочные, соответственно, более теплые, натуральные, потому что это и ночь в лесу может быть, и день в жарком, жаркий день в поле. Вот, то есть все зависит от того, как дорожки игры заведут куда-никуда они заведут игрока. Этот костюм довольно жаркий, наверное, получается? Да, безусловно, но на определенном этапе там вырабатывается свой микроклимат, и, в принципе, там становится терпимо. А в каких вот фестивалях вот этих ролевых вы участвовали? До этого, ну, если говорить про игры, да, то это в течение вот трех лет подряд это серия полевых ролевых игр по Вархамеру, Вархаммер Фэнтези, которую делает мастерская группа МГ Крафт. А так периодически, ну, периодически выходили на, я даже сейчас, честно говоря, не помню название этих фестивалей, да, То есть было пару раз, когда мы просто в качестве зрителей, в качестве участника приходили в этом костюме, ну, просто побродить в толпе, пообщаться. Тут очень много знакомых встречаем, которые так или иначе нас знают. А вы? Ну, плюс, дополню его слова, эмоциональный отклик от посетителей. Очень приятно, конечно же, получить, что люди испытывают восторг от того, что сфотографируются с тобой, пообщаются с тобой. Вот это добрые положительные эмоции, которых часто не хватает в жизни, потому что, ну, не знаю, потому что сейчас люди немножко агрессивные, усталые, агрессивные. А здесь вот отдыхаем, получается, что и они отдыхают, и мы отдыхаем вместе с ними. Вот, и тут уже как бы, как получается, либо мы с зрителями приходим, вот как он правильно сказал, тоже в костюмах, тоже встретить знакомых, пообщаться, это, ну, вот, выступать как захочется. Не всегда это хочется. А сегодня много знакомых встретили? И кто они, какие у них персонажи? Встретили очень много знакомых. По персонажам не скажу, потому что кого-нибудь забуду, и кто-нибудь обязательно обидится. Вот, просто скажу, что много, и каждый фестиваль их, естественно, становится все больше и больше. Вот, и, ну, это тоже важно, как бы, расширять свой круг общения, знакомиться с новыми интересными людьми, которые, ну, не то, что там совсем на одной волне, да, но в целом разделяют это, ну, хобби и мнение, потому что очень часто сталкиваешься с неадекватной агрессией из-за неправильного представления как о косплее, так и о ролевых играх. К сожалению, у нас в обществе это кажется чем-то странным, непонятным и вызывает негативные эмоции. То есть, например, если бы я так прошел по метро, то, скорее всего, я остался бы без костюма, его со мной, с меня посрывали, меня всего залапали, затрогали, ну, вот так вот. У нас, говорю, все, что отличается, кроме употребления не в меру паленого алкоголя на шашлыках и хаотичного выкупления в кустах с вялыми детородными органами, после чего битье морды друг к другу, все остальное считается непонятным, неправильным и не по-пацански. А вы этот костюм, получается, везли на машине или в рюкзаке? Какой вообще? Сложно довезти его? Тяжелый, наверное, сам себе костюм-то. На самом деле, это только часть моего костюма, остальная часть это тоже полный латный доспех, который я просто не стал сегодня брать. Вот, это у меня понадобилось две больших сумки. Так, у меня 100-литровый рюкзак, в котором я все это напихал и в метро, значит, провез. Вот, а он на машине приехал. Я приехал на такси. Вот, было, конечно, особенно забавно наблюдать за реакцией других водителей. То есть я поехал, открыл окно, выставил, я ехал в костюме, да. Во-первых, туда машину было загрузиться довольно проблемно, потому что машина маленькая, не приспособлена под человека в доспехах, что возмутительно. Вот, а с другой стороны было забавно смотреть за водителями. Позитивная реакция у водителей была? Удивленная или какая? Да, они удивлялись, кто-то даже пытался потереть глаза. Сфотографировать пытались? Думаю, нет. Не заметил такого. Ясно. Спасибо вам большое за интервью, нам уже намекают, что времени мало осталось. Удачно вам, много позитивных людей.